Шел 108-й день путешествия вдоль Волги. Дмитрий Нижегородский заходит в Самару. Позади 2500 километров, одна пара стертой обуви и море впечатлений. Накануне своего 33-летия мужчина решил перевернуть свою жизнь. Бросил работу в банки и отправился в путешествие. От истока Волги пешком до Каспийского моря. Я на самом деле ведь иду для себя, для внутренних изменений, для изменения характера в этой дороге, а не для того, чтобы пропиариться. Никакой там миссии у меня нет, никаких спонсоров. То есть все делается для себя. Вдохновил Дмитрия путешественник Эд Стаффорд, который прошел пешком вдоль Амазонки. Тот ходил два с половиной года. Россиянин рассчитал, путь вдоль Волги составит примерно 6 месяцев. Протяженность Самары вдоль Волги около 50 километров. Путешественник проходит в день 30 километров. Но назвать это легкой прогулкой довольно трудно. Ведь он идет не так, как я, по пляжу с легкой домской сумкой, а с рюкзаком в 22 килограмма за плечами. А на пути его встречаются скалы, ямы и лесные заросли. Вот это рюкзак. Вот снаружи к нему прикреплена одноместная палатка, в которой я обычно ночую. Вот здесь в карманах всякие разные вещи, вроде ультралегкий пуховик. Бывает плохая погода. Сверху у меня это такие кульки с запасами еды. Обязательный набор путешественника – аптечка, резиновые сапоги и вода. Запасы еды пополняются в любом населенном пункте. В городах Дмитрий ночует в хостелах или гостях. В остальное время в палатке. Делятся опасности, подстерегают на протяжении всего пути. От разбушевавшейся грозы до хищных животных. Ночью лежу в палатке, а кто-то ее там термошит. Но я понял, животные вылезли, там леса, ведь говорят, их бешеных немало. Но у меня перцовка, я так пару струек в ее сторону брызнул, убежал. Вот есть там ракетница, ну сигнал охотника называется. Тоже можно использовать в этих целях. Ну и свисток, он отпугивает. Дома у Дмитрия родные и друзья. В каждом городе поклонники. Путешественник ведет дневник. Вечером в палатке обязательно записывает обо всех приключениях и делает посты в соцсетях. У него уже есть последователи. Один из самарцев отправился пешком в Москву. Мероприятие это не дешевое, признается Дмитрий, но и не самое дорогое. Кто-то копит на автомобиль, кто-то на квартиру, но я сформировал ресурс на путешествие. Зимой Дмитрий планирует написать книгу о своих приключениях, а затем попробовать себя в сфере туризма и, может быть, покорить еще несколько великих русских рек. Марина Матвеевична, Василий Колдашов, События.